Здравствуйте! Сегодня мы будем скрещивать яблоко и ель. Да-да, именно яблоко и ель. Каким бы невероятным это ни казалось, но подобный гибрид возможен. В яблоках и в еле содержатся полезные вещества, антиоксиданты. В яблоках это кверцетин, а в еле пикногенов. Они ведут к увеличению мышечной силы человека и улучшают состояние кожи, что делает нас более привлекательными. Кроме того, они ведут ещё и к увеличению продолжительности жизни. Подобные эксперименты ставил ещё Мичурин. И получал гибридные плоды. Но в те времена никто не знал о полезных свойствах антиоксидантов. И поэтому его эксперименты были забыты. В гибридном плоде кверцетин и пикногенол будут содержаться вместе. Их взаимодействие будет синергетическим. И поэтому увеличение силы и улучшение состояния кожи будет более ярко выраженным. Итак, мы приступаем к повторению эксперимента Мичурина. Нам нужно извлечь из яблока семечко. Так. Вот оно. И посадить его в ель. Итак, мы делаем аккуратное отверстие. Вставляем в него наше семечко. И аккуратно всё это закрываем небольшим количеством земли. Теперь подождём, как это всё прорастёт. Если прорастёт. Итак, сейчас у нас июль. И мы видим, что наше яблочное семечко прижилось в еле и дало вот такой росток. Подождём ещё некоторое время. Очень интересно, появятся ли плоды. И вот у нас осень. Ветка подвязана, потому что было видно, что яблоки получаются очень крупные. Но они наконец созрели. И, пожалуй, пора сорвать их. Наш эксперимент пытался. Ну что ж, вот он наш урожай. Как вы видите, яблоки получились значительно крупнее, чем то исходное яблоко, из которого мы взяли семечко. С психологической точки зрения, это кажется удивительным. Как яблоки могли вырасти крупнее на еле? Однако, с точки зрения биологии, это абсолютно объяснимо. Это так называемая гибридная мощность. Организмы гибриды практически всегда бывают сильнее, здоровее, мощнее, чем организмы предки. Одну дольку яблока я уже съел. Вкус оказался очень интересным. Мне очень понравился. Это вкус яблока со вкусом кедровых орешков. Поскольку мы наблюдаем здесь сочетание вкусов, то можно предположить, что синергетический эффект, который присущ полезным веществам яблони и ели, здесь проявлен. И поэтому эти яблоки, чрезвычайно полезны для здоровья. Они должны очень эффективно бороться с признаками старения, сохранять красоту и молодость человека. И неожиданность для меня, чтобы у этого яблока не оказалось семян. Хотя я не уверен, что во втором яблоке их тоже нет. Сейчас мы проверим. С чем связан такой эффект, я загрудняю сказать. Он просто интересен и любопытен. Да, действительно нет. Как вы видите. Мы получили яблоки с синергетическим эффектом антиоксидантов, как тверцетил и пикногенол. Это яблоки очень полезные. Пробуйте, экспериментируйте и будьте здоровы! Спасибо.